Маленький уютный двор, оплетённый виноградом. В нём велосипеды, игрушки и детская игровая площадка. Здесь свободное время проводят братья и сёстры Зимовские. Их в семье 10. Родители говорят, конечно, нелегко. Покормить, проверить уроки, поговорить по душам. Каждому нужно уделить внимание. Благо дети дружные. Друг за друга стоят горой. Пачку сухариков, да, купит там, дашь мелочь, пойдёт, купит. Он один его не съест, эту пачку. Он чик-чик-чик по жменчике раздаст каждому. Они друг за друга заботятся. Оно как-то у них, даже порой сам удивляюсь. Накануне к семейству взглянул председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Каждый школьник получил в подарок портфель и констовары к 1 сентября. Для самых маленьких – развивающие игрушки. А вот Дарья, старшая дочь, уже студентка. И для успешной учёбы ей нужен агрегат посерьёзней. Вот вам новый компьютер, планшетник, чтобы можно было его не только кому? Тебе вручать? Да, студентка, наверное, да? Студентка? Я поступила в университет, и там все учебники электронные. И вот у нас был открытый вопрос. Нам его подарили. Это будет прям большая помощь. Практически все дети играют на музыкальных инструментах, участвуют в тематических конкурсах. А вот у Алены душа лежит кулинарии. Эти угощения готовила сама. Кроме школьных товаров, к обеденному столу привезли яблоки, сладости и мёд. Радушно приняла гостей семья Кирилловых. Десятилетняя Аня первым делом бросилась рассматривать содержимое нового портфеля. Альбомы для рисования, карандаши, фломастеры и краски. Начинающие художницы подарки пришлись по душе. Я думаю, мне все понадобятся. Спасибо большое. Буду рисовать с удовольствием. Талантами семейство не обделено. Артём в свои 19 уже КМС по баскетболу, а Кирилл около 8 лет в тэквондо. Воспитание пятерых детей – колоссальные усилия. Родители говорят, секрета крепкой семьи нет. Главное – любить и показывать хороший пример. В наше время основное и хобби наше воспитание детей. Главное – мир в доме. Мы с женой никогда не ссоримся. Дети бывают ссорятся между собой, но мы им говорим, что смотрите на родителей. Кирилловы и Зимовские – не единственные, кому помогают в преддверии нового учебного года. Акция «Собери ребёнка в школу» уже стала доброй традицией в нашем регионе. Когда видишь ребят, которые занимаются спортом, когда они помогают друг другу, когда старший делает всё, чтобы младшему было немножко легче. Это, наверное, главная особенность многодетных семей. Поэтому мы должны делать всё, чтобы поддерживать многодетные семьи. А это будущее нашей Белгородщины и в целом российное. Анна Свидовская, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья.